Андрей Андреевич, ну а можно ли хотя бы предположить на какую-то, не знаю, из чаш весов поставить небольшую ставку по поводу того, на чью сторону станут и чей приказ будут выполнять кадыровцы, которые вроде как сейчас уже против Пригоржина, вроде как Кадыров вписался за Путина и сейчас, значит, едут целые колонны из Сечни в сторону Ростова? Вот это как раз абсолютно несущественный фактор. Кадыровцев ненавидит вся русская армия. Во-первых, я не думаю, что они кроме постов Кадырова и тиктоков на что-то способны. А если они вступят в столкновение, их с удовольствием уничтожат. Понял, Андрей Андреевич. Ну а вот по поводу того, кто стоит рядом с Пригоржиным или за Пригоржиным, если у вас какие-то, ну не знаю, может быть, конспирологические или подтвержденные каким-то конкретным анализом на этот счет мысли? Ну вот видите, нам сейчас показывают, заставляют приносить клятву верности губернаторам и политикам, лидерам парламента. Ну это несущественные фигуры. Сейчас все решают люди с ружьем. Еще раз, у меня ощущение все время было, что у Пригоржина достаточно сильная поддержка в армии. Ну смотрите, у него же вот служит, например, пришел к нему генерал-полковник Мизинцев, который недавно был заместителем министра обороны. А вот посмотрите, очень показательная, ну почти такая мирная добродушная беседа другого заместителя министра обороны, генерала-полковника Евпурова и заместителя Герасима, генерала Алексеева. Мы же видели, они как бы на заваленке сидели в Ростове. Практически Пригоржин разоружил весь штаб Южного военного округа и, как он справедливо заметил, без единого выстрела им овладел. Вот теперь спросите на честь стороне Евкуров и Алексеев. Ну даже Алексеев записал какое-то обращение. Перед этим, да-да-да. Да, но они же не сопротивлялись. Они очень почтительно беседовали с террористом, как вы справедливо заметили, захватившим штаб Южно-Восточного округа. Ну вот и такое же отношение в армейских структурах. Потом то, что он говорит, это уже постепенно проникло в сознание и мобиков, и профессиональных военных, что война с Украиной бессмысленна. Она была для каких-то целей правящей верхушки развязана. Это как пожар. Вот эта мысль, она распространяется в сознании всех находящихся на фон. Но все такие морально-политические, идеологические факторы на стороне пригожено. И он очень эффективно их использует. У него, ну то, что он не один, показывает вот это мастерство пропагандистское его действие. Андрей Андреевич, а Запад? Вот сейчас вы проснулись, вместе с вами проснулся Вашингтон. Понятно, сейчас еще каких-то громких заявлений мы не слышим. Следят, следят. Ну и я думаю, что еще будут следить ближайшие, наверное, несколько суток и воздерживаться от каких-то резких слов и действий. Но вообще, как Запад может воспринять эти события, как на поведение Запада в рамках российской, украинской войны может повлиять то, что сейчас происходит в России? Ну, уже повлияло. Понимаете, что бы ни произошло сегодня вечером или завтра утром, там физическая ликвидация пригоженная, или наоборот физическая ликвидация Шойгу и Герасима, колоссальный удар по системе российской власти уже нанесен. Понимаете, если на Западе были какие-то колебания в отношении перспектив успеха украинского наступления, мы слышали многие голоса в последнее время, что трудно ожидать больших успехов, а вот снова оживилась там российская пятая колонна на тему, а если контрнаступление не приведет к решающим результатам, стоит ли подумать снова о переговорах и так далее. Вот эта очевидная слабость режима, она усилит, усилит резко позиции наших друзей внутри администрации Байдена, Бринкена и Остина, и тех республиканцев в Конгрессе, которые атакуют Байдена за недостаточную поддержку Украине. Сомнений в победе Украины теперь нет никаких. И я думаю, ну я думаю, что украинские вооруженные силы не будут же, это мы с вами можем так гадать, чем у них кончится, а вооруженные силы украины не будут терять время. Безусловно. И нанесут в самое ближайшее. Да я даже вам больше скажу, мне кажется, что этот конфликт он назревал. Мы обсуждали его не раз с вами. Вот такой впечатляющий успех Украины, как уничтожение Ченгурского моста, оно могло послужить триггером к переходу в горячую стадию этого конфликта. А если в ближайшие дня два пара таких же впечатляющих ударов по российской армии, то начнется уже цепная реакция развала. Вот сейчас не упустить вот это время, очень благоприятное для громадного политического и психологического успеха. Да. Андрей Андреевич, а вот вы говорите, что мятеж в России может изменить позицию Запада. Насколько может это всё изменить позицию Запада? Чтобы, ну например, если вдруг даже сейчас Пригожина прижмут, и всё это не получится у него, да, то чтобы усилиться они, достаточно чтобы дать Украине атакамс, или чтобы отпустить своих пилотов, чтобы они приняли украинское гражданство и взлетали, ну например, там с румынских тех же аэродромов, как нам очень часто рассказывали об этом в пропагандистских студиях Соловьёв и компания. Пугали как бы всех этим, что, значит, будут бить по румынским аэродромам, потому что с румынских аэродромов точно будут взлетать, значит, F-16. Ну или, например, я не знаю, может быть, и США, или, например, Великобритания, кто-то из наших близких и любимых уже будет готов прячься настолько, чтобы и ударить, например, по какому-нибудь объекту в Крыму, в украинском, на который укажет наше военное командование. Да, Украина сама может ударить по любому объекту в Крыму с ракетами, ракетами с Томшайдо. И именно вот этот удар по Ченгарскому мосту был так важен. Ну смотрите, сравните, как уничтожали этот Антоновский мост. Там чуть ли не полмесяца его бомбили, десятки хаймарсов, а тут с одного удара все было закончено. Уже достаточно это мощное оружие, полученное у Украины. Да, резолюция о немедленном предоставлении Эттингса уже несколько дней назад была внесена в американский конгресс, и давление республиканцев очень большое. Именно те меры, когда Запад сбросит последние свои опасения, которые еще остались, конечно, это укрепит поддержку Запада и политическую. Субтитры создавал DimaTorzok